Дорогие друзья, вот и исполнилось телеканалу «Союз» 14 лет, и мы вступили в 15-й год нашего вещания. Благодарим всех, кто нас поздравил с этим рубежом, и особенно хочу поблагодарить Меликесскую епархию, это Ульяновская область, Симбирская митрополия, по благословению епископа Меликесского и Чердоклинского Диодора, накануне своего дня рождения телеканал «Союз» был удостоен медали святого преподобного исповедника Гавриила Архимандрита Меликесского. Это, конечно, для всех нас очень приятно и радостно, потому что мы надеемся, что среди наших молитвенников будет и еще один святой преподобный исповедник Гавриил Меликеский. Среди наших небесных покровителей также апостол и евангелист Марк, равноапостольная Мария Магдалина, преподобный Нестор Литописец, преподобный Далмат Исецкий, святая великомученица Екатерина, благоверный князь Олег Брянский, священномученик Аверкий, святитель Стефан Пермский, священномученик Аркадий Боровский. Вот по молитвам каких многих и очень разных святых мы несем свое служение вам. Девизом этого служения последние годы были слова «Будем помнить, что над нами есть Бог». Но вот многие поздравления в наш адрес подчеркивали, что 14 лет – это современный возраст несовершеннолетия, оно наступает по-прежнему в 18, но возраст, когда человек получает паспорт, то есть такого первого совершеннолетия, может, не полного, но все же. Так вот, и эти ваши слова, и некоторые, а вернее даже многие ваши письма и обращения заставляют нас несколько скорректировать сегодня вектор наших трудов. Мы услышали то, что над нами есть Бог, большинство наших зрителей уже поняли. И, в свою очередь, услышали вопрос «А дальше что? Что дальше делать?» Ну, пришли мы в храм, даже уже 10 лет как ходим, и что? Вот о том, что дальше, мы и постараемся впредь говорить, вступив в Новый год нашего служения. И не только что, потому что понятно, что речь идет о спасении души, но и как. «Душу спасти, не лапоть сплести», – говорил преподобный Лев Оптинский. Вот в этом мы и будем стараться по мере наших сил вам помогать, спасать душу, возрастать из силы в силу. То есть новым нашим лозунгом, если хотите, будет «Спасайся, кто может». Просто, незамысловато, как всегда у оптинских старцев, но очень емко. Теперь небольшой отчет о наших финансах и экономике. Ежемесячно для продолжения вещания в том количестве и качестве, какое есть на сегодняшний день, Союзу необходимо 20 миллионов рублей в месяц. Столько мы должны ежемесячно платить за вещание телеканала со спутников, в открытом эфире, в интернете и во всех тех средах, где вы нас видите и смотрите. Также сюда входят производство, программ, зарплата сотрудников, налоги и другие необходимые для жизнедеятельности канала выплаты и расходы. За январь мы получили от вас 22 миллиона 758 тысяч. К сожалению, до начала марафона «Будем жить» в августе ежемесячный дефицит бюджета канала составлял от 3 до 5 миллионов рублей. И по состоянию на август долг канала составлял 40 миллионов. За последние месяцы, благодаря вашей поддержке, он значительно уменьшился и на сегодня составляет 13 миллионов 669 тысяч 84 рубля и 99 копеек. Это уже с августа по декабрь. Но счета начали уже приходить за январь. Некоторые на предоплату даже за февраль. Поэтому просим всех, кто регулярно поддерживает Союз, не охладевать вашей поддержки. А кто еще ленился, был теплохладен, равнодушен, включиться в общее делание. И тогда Союз будет жить и нести свою спасительную миссию. Все способы поддержки Союза в бегущей строке и на нашем сайте tvdefissoyuz.ru Спасибо вам за то, что мы есть. Пожалуйста, не забывайте помогать телеканалу «Союз». Каждый своей самой малой, самой скромной, самой посильной лептой вы все, кто поддерживает Союз, несете поистине миссионерское служение всему миру. Каждый рубль, 10 рублей, 100 рублей – это вклад в продолжение вещания Союза, в строительство нашей веры, в просвещение наших ближних. Будем жить!